МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. Продолжает программа Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. Нелегальный продавец вейпов задержан в Гумеле. Правоохранители вышли на 18-летнего парня, который строил бизнес незаконно. Продавая электронные системы для курения и комплектующие к ним. Клиентов юный предприниматель находил в соцсетях. Привлекала покупателей и цена. Стоимость коммерсант устанавливал, естественно, ниже рыночной. В его съемной квартире в областном центре обнаружено 3700 единиц готового к реализации товара. Общая стоимость изъятого составила более 109 тысяч рублей. Предварительно установлено, что продукцию фигурант покупал за границей. Сертификацию товара не проходил и мог быть опасным для здоровья. В отношении гамильчанина составлен протокол об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин. Обзор криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Преподаватель одного из колледжей Бреста во второй раз стала жертвой кражи. Несколько лет она хранила свои сбережения на работе. Как сообщили в МВД, более 5,5 тысяч долларов 62-летняя женщина держала в своем кабинете, потому как однажды из ее квартиры деньги уже выносили. Крупную пропажу заявительница обнаружила, когда после долгого времени решила пересчитать накопление. Но каково было удивление женщины, когда вместо настоящих купюр она нашла муляж. Оперативники установили, что краже может быть причастен 26-летний коллега женщины. Молодой человек признался милиционерам, что когда в кабинете никого не было, хотел похитить у коллеги несколько рублей на личные нужды. Но когда обнаружил крупную сумму в валюте, не смог устоять. Он купил сувенирные купюры и заменил ими настоящие. Ворованные деньги потратил на покупку автомобиля. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Утром деньги, вечером стулья. По такой схеме, по версии СК, работала руководитель мебельной компании из Гродно, обвиняемая в крупном мошенничестве. По материалам дела, 47-летняя женщина занималась организацией производства корпусных предметов интерьера. Известно, что в этом бизнесе теперь уже фигурантка 15 лет. И ранее претензий к организации не было. Все обязательства выполнялись полностью и в срок. Но все пошло иначе с лета 2020 года. В правоохранительные органы и суды стали сыпаться жалобы на работу фирмы от недовольных клиентов. В милицию обратился житель города Гродно, который сообщил, что заказал на местной фирме корпусную мебель. Однако спустя долгое время свой товар так и не увидел. Оперативники АБ по Октябрьскому РУД вместе с участковыми инспекторами установили еще 16 потерпевших, не дождавшихся выполнения своих заказов. Согласно материалам уголовного дела, с июня 2020 года по март 2023 года, женщина заключала договоры на изготовление и установку корпусной мебели. Потерпевшие верили и вносили крупные суммы в качестве предоплаты. При этом в действительности руководитель предприятия не собиралась выполнять данные заказы. В настоящее время по уголовному делу установлено 25 потерпевших. Общая сумма ущерба без малого составила 70 тысяч рублей. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. На экране фото представителя компании. Следователи просят внимательно присмотреться. У них есть все основания полагать, что обманутых клиентов может быть больше. Внизу номера телефонов, по которым стоит позвонить, если вы тоже не дождались заказа от этой женщины. Решила, что мало платит и сама себе повысила зарплату на 10 тысяч рублей. Следователи в Минске рассказали подробности уголовного дела в отношении бухгалтера столичной фирмы. 44-летняя женщина обвиняется в крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Она находится под личным поручительством. По информации ведомства, вопросы к работнице компании у директора возникли весной прошлого года. В то время в организации часто менялись главные бухгалтеры, и часть работы легла на плечи ныне обвиняемой. Дополнительно это не оплачивалось, что, по-видимому, женщину не устроило, и она радикально решила изменить ситуацию в свою пользу. Несколько месяцев, имея доступ к счету фирмы, перечисляла на свою карту различные суммы. Для отвода глаз все 14 незаконных операций замаскировала в документах под рядовые платежи поставщикам. В октябре прошлого года вакансия главного бухгалтера была закрыта, и директор фирмы отдала указание женщине передать новому сотруднику электронный ключ доступа. Обвиняемая все выполнила, однако через полчаса покинула рабочее место. С тех пор на связь с коллегами она так и не вышла. Директор фирмы обратилась к аудитору для проведения проверки деятельности организации. Сверяя отчетность, специалист заметил, что сумма выплат заработной платы бухгалтеру значительно превышала сумму начислений. Руководитель обратилась к правоохранительной округе. На допросах женщина вину признала в полном объеме, раскаялась содеянным и полностью возместила причиненный ущерб. Жительница Бобруйска стала фигуранткой уголовного дела за мошенничество после того, как пришла в одно из столичных кафе полакомиться десертом. Как рассказали в милиции, 40-летняя женщина при оплате заказа только сделала вид, что рассчитывается. На деле, держа перед продавцом в руке 100-рублевую купюру, начала искать мелочь. Заговорив работника заведения, положила крупную купюру обратно в кошелек, забрала сдачу и лакомство и ушла, но не от встречи с сыщиками. Оперативники проверяют гостю на причастность к совершению других подобных преступлений в столице. Жительница Крупского района попалась на незаконном изготовлении крепких напитков. О том, что женщина увлекается самогонного вареньем, стало известно, когда инспекторы милиции отрабатывали район. Дома у хозяйки нашли 230 литров самогонной браги. В отношении женщины начат административный процесс. Ей может грозить крупный штраф. В свисло, чей парень угнал незапертый автомобиль, но по иронии судьбы машина заглохла на глазах бдительного сотрудника милиции. По данным ведомства, в минувшее воскресенье поднимание местного участкового инспектора привлек Ауди. Авто милиционеру было хорошо знакомо, так как принадлежало отцу подруги. Только за рулем был совсем другой человек – 19-летний местный житель. Когда машина перестала двигаться, участковый задержал водителя и вызвал ГАИ. Выяснилось, что открытое авто с ключом в замке зажигания парню встретилось по пути домой после совместного с друзьями застолья. А воспользоваться случаем молодого человека подтолкнуло жуткое нежелание идти пешком. Не проехал мимо чужой беды. Сотрудник ОМОН в свой выходной спас двух провалившихся под лед рыбаков. События развернулись в воскресенье днем под Минском. Командир группы спецподразделения милиции столичного региона Александр Ермаченок вместе с супругой и детьми возвращался домой после прогулки. Проезжая мимо озера недалеко от агрегородка Прилуки, милиционер заметил в воде двух мужчин. Им срочно нужна была помощь. На берегу очевидцам я сказал, чтобы они вызвали МЧС и скорую. Сам снял куртку, обувь и пополз к рыбакам. Кинул им буксировочный трос, первого вытянул сразу, и он самостоятельно отполз к берегу. Второго пришлось тянуть. Мне помогли очевидцы. Мы с помощью двух тросов вытянули совместно с ними этого гражданина на берег. Уже на месте спасатели помогли вытащить из воды рыболовное снаряжение. Спасенных мужчин отогрели и напоили теплым чаем. От госпитализации они отказали. Это был проект «Зона Икс». Не пропустите наш вечерний эфир в 18.15 на Беларусь-1. Берегите себя и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова